Чистое голубое небо, согревающие лучи солнца и приятный ветерок. В этот важный для Валентины Архиповны день и погода сердце радует. Сегодня ветеран войны собралась силами, принарядилась, чтобы прийти к памятникам погибшим солдатам и возложить цветы. Без трепета и слез не обошлось. Рядом, как всегда, родные дочки. С кем всю войну прошли, а теперь вот последнее. Уже практически никого, ни тех, кто оставался в оккупации, друзей и знакомых, ни сослуживцев. Пусть будет всегда вот такое чистое небо, чтобы подрастающее поколение пусть в рассказах, пусть это, не забывали. Сейчас Валентине Архиповне 101 год. Во время войны она служила на Первом Белорусском и Первом Украинском фронтах в звании сержанта. Вся грудь ее в наградах – Орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина и многие другие. Ветеран благодарит друзей из Совета ветеранов и всех, кто помог ей сегодня приехать и почтить память солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной, кто так же, как и она, в годы войны боролся за победу. Валентина Архиповна, ветеран Великой Отечественной войны, в день победы 9 мая не могла по состоянию здоровья и с большим наплывом людей принимать участие. Но когда дочери изъявили желание, что после Дня Победы мы, Совет ветеранов, Департамент по делам обороны откликнулись, депутатский корпус, ведь сегодня присутствовали, мы сделали все, чтобы привезти ей, чтобы она отдала дань уважения своим сослуживцам. Мы восприняли это как урок, урок мужества, урок, как жить. Смотрите, войну прожила, тяжелейшие годы послевоенные и осталась, смотрите, с улыбкой. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше. И сегодня в Петропавловске их только пять. Анастасия Кузнецова, Вадим Ударисов, МТРК.